Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасии Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Тобольск включился в сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Проявить гражданскую активность можно в одном из торговых центров города, где расположился пункт сбора. Подробности расскажет Шамиль Гулеев. Выразить поддержку Владимиру Путину таблики идут активно. В пункте сбора подписей многолюдно. Специальная стойка расположилась в одном из торговых центров города в Жемчужине Сибири. Пришла в этот вечер поддержать Владимира Владимировича Путина. Самый достойный кандидат в президенты нашей страны, потому что с ним чувствуется надежда, основательность. Я, как от лица многодетной матери, тоже могу сказать о том, что и поддержка семей с детьми в нашей стране очень на достойном уровне. Сейчас мы вот как живем. Классно ведь. Классно. Лучше и лучше с каждым годом. Благополучие растет. Вот мы даже пенсионеры, и мы можем много себе что позволить. Сбор подписей осуществляют волонтеры. Они прошли обучение и тщательный инструктаж. Добровольцы помогут заполнить подписные листы, куда нужно внести необходимую информацию. Для заполнения персональных данных при себе обязательно необходимо иметь паспорт. Его вы вручаете волонтеру, а сами в три колонки вносите данные. Фамилию, имя, отчество, дату и ставите подпись в поддержку Владимира Путина. Всю остальную информацию заполняет сам волонтер. Когда узнали, что вот сбор идет подписей, мы всей семьей собрались, обрадовались, пошли. Только за Владимира Владимировича, потому что это он только гарант нашей страны, нашей любимой России. Мы за него все, даже я православный человек, молимся и благодарим Господа, что он нам послал его. Мы были и будем всегда просветающей страной, любимой страной, красивейшей страной. К нам активно идет молодежь. Молодежь оставляет свои подписи в поддержку Владимира Владимировича Путина. Сейчас у нас в стране очень много возможностей для молодежи, реализации каких-то различных проектов. В областной столице работает региональный избирательный штаб кандидатов президента России Владимира Путина. Свою поддержку выразил там и губернатор Александр Мор. Здорово. Спасибо большое. Вместе с земляками поддержку Владимиру Путину выражают представители депутатского корпуса, лидеры общественного мнения и многие другие. Сбор подписей в пункте в «Жемчужине Сибири» продлится до 21 января. В будни пункт работает с 16.00 до 21.00. В выходные дни с 12.00 до 21 часа. Как самовыдвиженцу главе государства необходимо собрать минимум 300 тысяч подписей до конца января. Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев. Тобольское время. Ученик Тобольской школы номер 9 Матвей Винокуров удостоен памятной медали за проявленное мужество Совета Федерации. Церемония вручения награды состоялась на очередном заседании городской думы. С подробностями Ольга Куричко. Дружно и весело мать с сыном шли получать награду. Тоболяк Матвей Винокуров удостоен медали за проявленное мужество. 13 июля 2023 года он, увидев на середине Иртыша тонущего юношу, не растерялся. Увидев то, что человек тонул, было самому страшно. Вовремя спохватился и думал, надо бежать спасать. Если не я, то кто? От администрации города благодарность за воспитание сына родителям Дмитрию Валентиновичу и Екатерине Валерьевне. Дисциплина его спортивная, она, конечно, ему это тоже дала свой жизненный путь, она ему пригодилась. Он, если видит, кому-то нужна помощь, он обязательно поможет. Открыв патриотичное и ответственно очередное заседание Тобольской городской думы, депутаты продолжили работу также. Нет ничего ярче, чем решительность, помощь ближнему, поддержка, смелость. Мы живем во время, когда участвуют в специальной военной операции. И эти качества, особенно для мужчин, молодого поколения, имеют наибольшее значение. Глава города призвал коллег активно помогать бойцам, находящимся в зоне СВО, а также их семьям. Люди, умеющие убедить и сплотить людей ради общей цели, востребованы в обществе. На них держатся ТОСы. В Тобольске их 15, но только половина работают на результат. В качестве мотивации администрация города провела конкурс, чтобы выявить лучших. Среди победителей ТОСы Сумкина и Иртышский. В этом году победителем конкурса ТОСов стал ТОС «Наша территория». И активистом победителем стала активистка ТОСа «Наша территория» Семенова Ольга Григорьевна. ТОСы, в первую очередь, конечно, их волнуют вопросы благоустройства общественных пространств. То есть это, и мы видим в этом основную задачу, когда появляется та структура, с которой администрации, депутату можно советоваться. Можно принять какое-то консолидированное решение по развитию, по комплексному развитию территории. Депутаты приняли программу о сохранении объектов культурного наследия. Идет подготовка проектно-сметной документации для реставрации нескольких строений. Судьбу шести старинных зданий в свои руки взяли инвесторы. Еще один момент, который отметили депутаты, касаемо этой программы, это желание, чтобы больше обращалось внимание на те объекты культурного наследия, которые на сегодняшний день еще не являются аварийными, но которые вот-вот могут перейти в эту стадию. Ну, например, подгорный корпус Тобольского педагогенститута. Как раз сейчас идет обсуждение концепции, к чему его приспособить. Бюджет, принятый депутатами в 2023 году на трехлетку, позволяет реализовывать программы, нацеленные на развитие города. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. В администрации Тобольска состоялось собрание антинаркотической комиссии. На встрече подвели итоги профилактической и правоохранительной деятельности в этом направлении, проанализировали и работу медицинских учреждений. Всего за 2023 год сотрудниками полиции выявлено более 120 правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков. За последние 9 месяцев на территории города зарегистрировано 93 преступления. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 140. В том числе совершено преступление в крупном, особо крупном размере – 28. Зарегистрировано 9 преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением наркотических средств. В прошлом году, за данный период, было зарегистрировано 8. В целом, на территории города Тобольска зарегистрировано 84 преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств. За данный период направлено в суд 73 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято более 3 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Сказочная почта открылась в Тобольске. В резиденции Деда Мороза в Александрском саду есть возможность бесплатно отправить письмо близким в любую точку России. Написать пожелания можно на открытках с красивыми видами Тобольска. До 29 декабря будет открыта сказочная почта и в Доме культуры «Водник» поселка Сумкино. Сказочные герои довезут открытки по адресам. С наступающим Новым годом! Добавлю, что резиденция главного волшебника в Александровском саду будет работать ежедневно до 6 января. На прошлых новогодних праздниках из Тобольска было отправлено более 5000 открыток. В Тобольске состоялся турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти семикратного олимпийского чемпиона Бориса Шахлина. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Как побороть страх высоты и стать чемпионом узнала Наталья Китова. Борис Шахлин – семикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Родился выше ими. Гимнасты известен и почитаем среди атлетов. В Тобольске турнир в честь мастера проходит 17-й раз и в первый в новом гимнастическом центре. Я думаю, что если он на нас смотрит сверху, он очень этому радуется. Понятно, новый зал. Думали, что ребятишкам очень много времени надо. Но все довольны, все адаптировались, все притерлись, как говорится, к снарядам. Все здорово. Реализация крупного, я считаю, шикарнейшего проекта центра гимнастики оправдался на все 120-130%, так как два фактора. Первое, мы понимаем, что огромный объем детей, более 600 детей занимаются спортивной гимнастикой, а это основа для всех остальных видов спорта и в целом для здоровья детей. Ну и второй момент, мы уже видим, что как инфраструктурный объект, он абсолютно правильно вписался в городскую жизнь. И это подтверждение, помимо того, что это просто расширение спортивной инфраструктуры, это стало дополнительной площадкой для проведения различных социальных мероприятий. К тому подтверждением является Экодом. В этот раз городские соревнования собрали около 200 гимнастов. Участие в турнире дает возможность повысить спортивный разряд и еще раз отточить мастерство на снарядах перед областными и всероссийскими состязаниями. Я пришла вообще на гимнастику в три года, и сейчас я сдаю второй спортивный разряд. Тут очень хорошо, мне очень нравится. В семь лет я пришла. А как началось? Ну, сначала все по-малому, по-малому, занимались огромной группой. Первые соревнования прошли так себе, а вторые уже первое место заняли. Тут интересно больше всего. Мне нравится, ну, лучше работать в новом-то. Больше места. Ну, я бы хотела учиться на брусьях. Делаешь оборот вперед, ты отцепляешься, ноги брось в складку и цепляешься обратно. Нужно стараться, не расстраиваться и каждый день продолжать дольше и больше. По итогам соревнований Полина Кладова и Золата Пахомова стали лучшими в своей возрастной категории, а Костя Серегин вошел в призовую тройку. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Городская автономия сибирских татар представила традиционный отчетный концерт. К табалекам на сцене присоединились представители Багайского, Ярковского и Тобольского районов. Уходящий год стал для организации юбилейным. Вот уже 10 лет общественники ратуют за сохранение и популяризацию родного языка. Автономия живет активной творческой жизнью. За год артисты дали более 60 концертов не только в родном регионе, но и в Новосибирске, Нижневартовске, Лангепасе, Нефтьюганске и Омской области. Организованы конкурсы стихов и рисунков, посвященных сибирским поэтам, спортивные состязания. Ключевым событием стало вступление во Всемирный конгресс татар. Отели, рестораны и даже книжный магазин. Благодаря инвесторам в ближайшем будущем объекты культурного наследия обретут новый вид и наполнение. Активный интерес города наблюдается на региональном и федеральном уровне, во многом благодаря широко транслируемому мастер-плану развития туристического каркаса. Подробнее в нашем сюжете. Первый четырехзвездочный отель открылся в Тобольске весной нынешнего года. 45 номеров с современным оснащением. При этом все пронизано историей города. Отель-музей, где каждый из трех жилых этажей тематический. Этот отель мы построили практически за полтора года. И даже сейчас не верится, что мы за такое короткое время сумели притворить свои мысли, свои замыслы в реальность. А осенью три звезды засияли на новой гостинице на курорте Алимасова. Теперь она предлагает гостям 22 номера и 30 койко-мест в хостеле. Сейчас Тобольск может одновременно разместить более четырех тысяч гостей. И число гостиниц только растет. Так пустырь на улице Хохряково скоро оживет. Рядом с базарной площадью выстроят отель на 120 мест тоже с четырьмя звездами. Широко транслируемый мастер-план развития города придает предпринимателям уверенность. С момента презентации мастер-плана, это вот вторая половина этого года, нам удалось продать уже девять кейсов из тех, что мы продекларировали. В основном и нас это радует. Это современное приспособление объектов культурного наследия. И инвесторы не боятся осуществлять серьезные инвестиции в реставрации, понимая о том, насколько это сложный процесс. Семь объектов культурного наследия обрели в этом году своих хозяев. Инвесторы планируют приспособить здание под бутик-отели и рестораны. А в одном, как и прежде, разместится книжный магазин. Водонапорная башня у Кремля уже в стадии активного ремонта. Ведь в следующем году здесь откроется кофейня. Водонапорная башня – это такой хороший, красивый, амбициозный проект. Задача по функциональному наполнению памятников архитектуры – сделать их не просто красивым историческим объектом, а оживить, добавить жизни, добавить вкуса. Мастер-план четко и структурировано продемонстрировал развитие города до 2030 года. Планомерные пошаговые действия, дающие бизнесу найти свою точку, приложение сил и средств. Планы по увеличению турпотока в разы амбициозные, но вполне реальные. При таких перспективах и местные предприниматели, и крупные инвесторы из других городов осознают, как вписаться в это уверенное развитие. Мастер-план, он как будто бы дал нам немножко больше всему бизнесу оснований поверить в то, что это наше большое общее дело. Не каждый сам за себя. Мастер-план – это такая масштабная, глобальная история по развитию города. За год Тобольском любовались 312 тысяч туристов. Это плюс 19% показателем прошлого года. Планируется, что через 7 лет показатель достигнет 850 тысяч гостей. Юлия Савиных, Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий и до встречи. 28 декабря в Тюмени – минус 4, в Сургуте – минус 3, в Нижневартовске – минус 4, в Казани – минус 5, в Санкт-Петербурге и Москве – минус 2 градуса. В Тобольске небольшой снег. Утро – минус 5, днем – минус 4, ночью – минус 3, ветер юго-восточный – 2 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова